Проект постановления Государственной Думы об отношении Государственной Думы Федерального Собрания к возможному введению Советом Безопасной ООН санкций в отношении Республики Судан. Алексей Валентинович, всё-таки два слова. Скажите, пожалуйста. Да, пожалуйста, с места. Включите микрофон депутату Митрофанову. Пожалуйста, Алексей Валентинович. Уважаемые коллеги, существо вопроса изложено в розданном вам постановлении. Речь идёт о том, что в отношении Республики Судан планируется введение санкций Советом Безопасности ООН. Это будет сделано, по всей видимости, вопрос этот обсуждается в ноябре. Мы снова идём по пути Ирака, Ливии, Югославии. То есть разрабатывается та же линия, когда в отношении государства применяются санкции. И почему-то всегда это происходит в отношении тех государств, с которыми у России либо есть экономические отношения, либо есть перспектива таких отношений. В частности, между Суданом и Россией заключён крупнейший контракт с Министерством топлива и энергетики на разработку там нефти. Как только это произошло, стало выясняться, и американцы вдруг почувствовали, что это страна, которая нарушает международные нормы и так далее. Российская Федерация сейчас предпринимает определённые усилия для того, чтобы таких санкций не было. Наше постановление дало бы дополнительные возможности в этом отношении Министерства иностранных дел. Формулировка, которая содержится там, говорит о том, что вплоть до использования права вето в Совете Безопасности. Вплоть означает, что весь набор инструмент методов может быть использован в Совете Безопасности российской дипломатии. Вот и всё. Я знаю, что предложен ещё один проект постановления в целом по международным санкциям и, в общем, неплохой текст там тоже. Но здесь речь идёт конкретно о Судане, поскольку голосовать будут в ноябре по Судану именно. Спасибо, Алексей Валентинович.